Всем привет, это Едим ТВ. Добрый вечер. Сегодня у нас особенный выпуск, потому что мы сегодня готовим пасту и соус в одной емкости. Вас тоже достала эта история, когда вам надо сделать отдельно соус, отдельно сварить пасту в другой кастрюле. Хватит это терпеть. Да. Сегодня мы делаем все в одной кастрюле, даже в сковородке, и есть прямо из нее тоже надо. Конечно, это, наверное, не true итальянское там что-то, итальянцы не согласны и так далее. Ну и что? Нам-то какая разница? Студенты, это для вас. Да. Так, ну что, тебе достанется сегодня тупой нож, а я возьму твой острый. А резать тоже ты будешь все, да? Да. Я буду резать, ты можешь пока сыр тереть. Тупым ножом. Да. Лук я порежу мелким кубиком. Помидоры. Крупным кубиком. Сельдерей. Как попало. А чеснок. О, это, слушай, это прям итальянский. Да, даже итальянский. Белорусский. Белорусский. Надо проверить, успеем мы за 15 минут, потому что... Если все-таки для студентов, у них есть большая перемена, чтобы быстро пообедать. Нужно добежать до комнаты, что-то съесть и обратно. Все, я порезал лук и включаю сковородку. У меня какие-то звуки издает терка. Как твоя кровать старая. Ты откуда знаешь. Напоминаю, мы все готовим в одной и той же сковородке. Наливаю масло. Да, оливковое. Пока что, да. Потому что здесь все-таки какая-никакая, а итальянское блюдо. И забрасываю лук. Пока лук обжаривается, я буду резать сельдерей. Я отделю. Давай, отделю. От помидоров попки, как это называется, зеленые штуки. Угу. Пипки. Пипки, правильно говорить. Сельдерей порезали, и он быстро отправляется к луку, пока тот не сгорел. А я пока отдираю листики от тимьяна. Я помидоры сразу порежу их, потому что много. И порежу я их крупненько. Вот такими вот шмотами. Так, чтобы они не успели полностью развалиться. Да, это действительно классное блюдо. Потому что оно и свежее такое, и быстро делается. И не требует большого количества мытья посуды. И не требует большого количества мозгов. Не хочу тебя обидеть, но мне кажется, никакая готовка не требует большого количества мозгов. В смысле? Я как-то готовил говяжьи мозги, очень много мозгов нужно было. Помидоры нарезаны. Нарезаны и отправляются сразу в сковородку. Они нам дадут сочность уже. Будут потихоньку превращаться в соус. В это время я готов резать чеснок. Я вот так постою. Мы готовим уже 5 минут. Уже целых 5 минут готовим. Чеснок есть. Отправляется туда же, в сковородку. Евграф, пока я перемешиваю, ты можешь быстро порубить базилик. И это, собственно, последнее, что надо порубить. Я увеличиваю температуру, потому что становится много всего. Становится жарко. Базилик и тимьян мы положим попозже. Ну, в данный момент в сковородке уже мягкий лук, мягкий сельдерей, еще живые помидоры и готовый чеснок. Да. Кладем маслинки. Прямо целиком. Так же известно, как оливки. Черные. Почти все готово. Теперь, самое важное, сварить пасту как-то надо. А для этого мы добавим... Да, это мы берем вторую кастрюлю и варим пасту. Мы вас-то еб***ли. Прямо сюда нальем воду. Да. У нас на каждой упаковке написано, сколько готовится паста. В нашем случае это 8 минут аль денте, 11 минут полностью. Да. То есть в нашем случае 11, где-то 10 минут. На сколько человек мы будем готовить пасту? Один, два и три. Давай лей уже. Давай, наливай. Одна партия, вторая, допустим. И у нас получился шикарный помидорный суп. Сначала все посолим, добавим перчика, травы и забудем потом. А воду-то, наверное, горячую лучше наливать? Можно горячую, но у нас прям хороший, сильный огонь там прям. Видишь, горит все, уже булькает. Все нормально. Все, подсолим. А помидорки-то успеют развалиться? Хотелось бы, чтобы они подразвалились. Они развалятся. За 7 минут они будут прямо well done. Well done. Супер. Туда же всю зелень можно сейчас положить. Пожалуйста. Базилик и тимьян. Добавляем пасту прямо в соус. Прямо в соус. Который уже вскипел снова. Вот так. Красиво выкладываю, потому что если некрасиво выкладываю, то ничего не получится. Получится некрасивое блюдо, а нам это надо. Притапливаю и жду, когда паста станет мягче. Красотища. А может быть просто накрыть крышкой можно? Нет, тогда у нас вода не испарится. Правильно. То есть это более ленивое блюдо. Здесь крышка даже не нужна. Даже крышку не придется мыть. А дополнительно, знаете, что прекрасно, когда мы вот так варим пасту? Все оливковое масло всплыло наверх, и паста не слипнется. Это как плов, только с макаронами. Это реально напоминает плов. То есть мы сначала приготовили начинку, а сверху выложили пасту. Да, да. 13 минут мы готовим, паста уже стала помягче. Ее можно... Ее притопить можно, чтобы она впитывала всю оставшуюся влагу, которая внизу. Если вы мало добавили воды, и вам не хочется, чтобы она испарялась слишком сильно, тогда накрываете крышкой. Да. Либо держите кипяточек на готове. Да. Подсоленный просто, и все. Просто притопили и ждете оставшееся время. Когда вам паста сварится. Да, сколько у вас там паста должна свариться. Собственно, мы тоже ждем и встретимся с вами через 5 минут. Да. Может, даже через 4. Накладываем пасту. Да, еще мы забыли сказать, что благодаря крахмалу, содержащимся в макаронах, загустился соус сам. Получается как бы более-менее однородный, такой более собранный соус, что ли. Ой, красиво-то как. И паста в одной сковородке готова. Паста односковородница. Ну что, едим? Едим. Ваше здоровье. Как будто я все это готовил в разных посудинах. Да, я прям чувствую вкус на второй кастрюле. Подожди, я еще чувствую вкус двух лопаточек. Куча немытой посуды. Да. Не, на самом деле класс. На самом деле даже вот так вот можно было бы и без соуса даже. Тупо макароны сварить в этой жиже. Они уже вкусные, они уже пропитаны этим соусом. Что самое забавное, так можно не только макароны варить. Можно варить рис. Пельмени. Гречку. Слона. Слон лучше жареный. Круто. Получается как настоящий. Где-то подвоху. Да, а подвоха нет. На самом деле, мне кажется, это в чем-то даже более итальянское блюдо, чем итальянские блюда. Потому что итальянцы халявщики. Вообще в жарких странах людям что хочется делать? Ничего. Потому что там жарко. Они отдыхают, они такие ммм. Так что мы приготовили самое итальянское блюдо из всех возможных. Как хорошо было. Еще будет. Будет. Но за кадром. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, Фейсбуке, на наш канал на Ютьюбе, на наш Инстаграм. Не забывайте про то, что у нас есть еще Телеграм. Не забывайте ставить колокольчик. Нажимайте колокольчик и там типа получать уведомление. И вы получаете уведомление, как по мгновению волшебного колокольчика. Всего хорошего. Рецепт, как всегда, по ссылке в описании. До новых встреч. Приятного аппетита. Готовь с нами. Ну что ж, следующим этапом я помидоры сразу порежу, потому что много. И порежу я их крупненько. Я не вырезаю попки, потому что их здесь нету практически. Ну вот этот зеленый вот несет, я его не вижу. Поэтому я режу так. Но если вдруг у ваших помидоров есть прорастающие вовнутрь... Дети? Дети, да. Маленькие помидорчики. То их нужно... Удалить. Абортировать, как говорится. Депортировать. Правильно говорили. Депортировать из помидоров его детей. Редактор субтитров А.Семкин